Красные береты, знаки отличия, нашивки на форме. Савелий Доценко проверяет готовность своего отряда к прохождению по площади Куйбышева. Он уже руководил парадным расчетом в прошлом году. В этом задача труднее. Расчет собран из учеников пяти разных школ. Сплоченности в коллективе ребята легко добились, объединившись одной целью. Достойно промаршировать по площади. Большая честь она есть. Мы отдаем дань памяти. Мы проходим перед ветеранами, которых осталось совсем мало. Они просто смотрят и вспоминают, как это тогда было. Вспоминают сейчас, может быть, с улыбкой, может быть, с такими слезами. 45 таких же юнормейских и кадетских парадных расчетов со всей Самарской области стали участниками смотра строя и песни «Марш Калашникова», посвященной столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Конкурсная комиссия выбирала расчет с лучшим парадным прохождением, оценивая форму одежды, синхронность шага и военную выправку. Кроме того, юнормейцы и кадеты готовятся и к мини-парадам с 1 по 5 ноября. Школьники будут посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вот точно так же маршировать под их окнами. Лучшие парадные расчеты станут участниками конкурса смотра строя и песни уже 7 ноября на Параде памяти, соревнуюсь с юнормейцами из других регионов. 7 ноября, мы все знаем, приезжает большое количество юнормейских отрядов кадетских корпусов Российской Федерации. Планируется более 125 юнормейских отрядов, ну и военных отрядов в том числе, которые пройдут по площади Куйбышева. Среди них будет также объявлен конкурс на лучшие прохождения. Я надеюсь, что самарский регион покажет себя с лучшей стороны. Основная тема Парада памяти в этом году – солдатская слава. Парад будет посвящен Владимиру Ивановичу Чудайкину, последнему живому герою Советского Союза Третьей Ударной Армии, которая водрузила над Рейхстагом Знамя Победы. Я всегда помню слова Сталина, который на прощание участников парада сказал. Он сказал на прощание на фронт, когда он отправлял. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Победа будет за нами. В этом году в шествии примут участие 6,5 тысяч человек. Все они будут разделены на 4 группы – историческую, военную, юнормейскую и гражданскую. Затем на площадь выйдет техника, среди которой будет и легендарный танк Т-34. В небо поднимется еще одна знаменитая боевая машина – самолет Ил-2, который собирали в Куйбышеве. А после парада на Вилоновском спуске развернется военно-историческая реконструкция. Будет организована реконструкция одного из эпизодов Сталинградского сражения. Примет около 300 реконструкторов участников. То есть бой будет масштабный. Но я думаю, что историческая правда восторжествует. И Красная Армия одержит победу. Прохождение парадных расчетов начнется в 12 часов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.